Всем доброго времени суток. Рада вас приветствовать на своем Даро-Терапевтическом канале. С вами Татьяна Любимова, я природные ведущие, дорогие. Сейчас посмотрим, что там нового с вашим благоверным. И мы видим, что благоверный ваш выходит как великий отец всех стран, всех народов, всего мира, всей вселенной, четверкоцельный император. Ну, как по классике. И с другой стороны нам тут оборотни показывают. Надеемся, что не в погонах. Итак, человек власти, человек кармических каких-то настроений, да. То есть здесь дипломатия должна быть, здесь нужно, чтобы все было уравновешено. Человек добивается своего, может быть, он где-то в структурах каких-то служит, работает. Очень серьезный человек. Ну, и здесь три старших, как говорится, показали Таро-Шаманского, да, мира. Вам показала, дорогие старшие арканы. Очень значимый, значительный человек. Ну, и сейчас у него идут переходы, прощение со старым, прощание и переход вот в то, как должно быть уже по-новому. Все. И сам обновляется, и окружение обновляется, и, скорее всего, он работа может поменять. Ну, и также круг общения. Новые устои меняет на более новые, старые, вообще все, закрываются. Итак, что для него сейчас важно? Деньги. Профориентация. Выход из серьезного состояния застоя. Выход неординарным путем. Какой-то очень такой важный внутренние силы его. Знаете, он сначала их как бы бережет, аккумулирует, да, потом он хоп, и должен выйти как-то очень хорошо из состояния некоего забвения. По шестерочке вобнов этот человек свои силы распределяет не всем сразу и все, а этому немножко, этому чуть-чуть, а этому много, да. С этим надо общаться, а с этим нет. То есть как-то он себя не переутруждает, он особенно, особенно для него важно сейчас, и, скорее всего, он должен быть особенно внимателен, кто у него энергию забирает, да. Если чувствует, что плохо, он с человеком, скорее всего, не будет общаться или сократит общение до минимума. Ну вот, в общем-то, какая вы для него сейчас? Во-первых, очень умная, трезво мыслящая, обязательно такая структурирующая все и вся, и с первого раза ничего не будете делать, сначала семь раз отмерите, да. Дальше. Любовь в вас, забота в вас, у вас очень большой потенциал, принятие, доброты. Вам нужно всех примирить, всех накормить, всех любить, а чтобы все друг друга тоже любили и уважали. То есть здесь прямо такая семейная, о, девчоночки, ну еще вы тут по одной чаше, дно большой чаши. Конечно же, у вас фонтан любви и очень большая энергетика, такая магическая энергетика, женская, водная, энергетика семейного благополучия, прекрасных отношений. То есть вы такая женщина-мать, женщина-природа, женщина чувствующая, чувствительная, очень эмпатичная, добрая. Вы сами как относитесь к человеку и как он относится к вам по-настоящему. Вот это вы, два бубна. Ну, вы умеете острые углы сглаживать, не идете на пролом, как-то обходите, да, кругом. А он, ну, смотрите, у вас тоже, у обоих пентаклики губно. Он считает вас своим удачей, своим призом, своей удачей, птицей счастья. Здесь выигрыш так выигрыш. Вы выигрыш для него. В некой лотерее вы приз, кубок. Это счастье, это радость, вы приносите ему удачу. И между вами сейчас еще что? А между вами сейчас... Так. Я бы хотела старший аркан. Ну, пока постоянство некое, я хочу старший аркан. Мне бы хотелось, чтобы пусть нам покажут старший аркан сейчас. Попросим, подождем, да? Пока выйдет для вас старший арканчик. Не хочет, но мы все равно сейчас. Это очень важно. Очень важно. Попросим все-таки, чтобы так. Ну, наверное, не хотели, потому что, видите, что показ... Кстати, в каком-то видео я на классическом Таро сказала, что там аркан-дьявол, да, плетет паутину. Чувачок, для вас, как паук. И приходят мне заказаны мои вот шаманские Таро. И здесь аркан-дьявол, вы видите, да, я изображу как раз-таки паук, ловушка. То есть я была близка к сути и где-то даже прочувствовала вперед-наперед. Скорее всего, поэтому не хотели карты вам, арканы, и те силы, которые передают информацию, омрачать просто восприятие, да, тем, что... Ну вот, опять какой-то подвох, опять зависимость, всю зависимость. Ну и где-то нужно что-то как-то... Как-то нужно уметь прислушиваться, да, что... Любовь ли это или это привязка, зависимость ли это или что там такое, да. Или все прекрасно, ну почему тогда, да, 24 на 7 есть моменты, когда и думай о человеке, и какие-то они даже бывают с негативом, с ревностями. Ну, в общем, вам самим должно быть понятно, да, про ловушки и все прочее. Но давайте теперь посмотрим, что о вас думает человек на данный момент. И давайте немножко повызываем заодно, что думает о вас тот человек, о котором думаете сейчас вы. Первое, второе, третье. Вы смотрите все три варианта, выберите для себя какой-нибудь один или разных людей. На второй вариант два аркана выпало. Итак, первый. Что здесь думает о человеке? Вообще здесь про любовь, про притяжение, любви. И здесь не нужно думать, что... Просто так к вам в качестве непонятно чего идет ваша любовь, вы ее притянули, вы ее не просто заслужили. Вы свою любовь, отношения прекрасные. Сделали запрос и запросили у высших сил. И вам в любой ситуации нужно помнить, да, что... Человек, о котором вы думаете, он тоже к вам идет по запросу. Как вы думаете, ваши мыслеформы, насколько они положительны, насколько вы сами готовы энергетически? Кстати, приходите, мы работаем, практикуем разворот человека на себя без влияния на волю, без подавления воли. Честным путем. Ну и тут же надо с вами работать, да, чтобы энергопотенциал и женскую энергетику повышать. Так что стучитесь в телеграм, в чат, пишите мне в личку, в ватсап, в общем-то, данные под видео. И те, кто желает на индивидуальный сеанс просмотра, я смотрю экстрасенсорно, в каналах яснознание, сновидение, втором и магический инструмент. Обращайтесь, чем могу, помогу. Ну, в общем-то, так, здесь по запросу идет и любовное притяжение, здесь человек о вас думает. И, скорее всего, вот эти думы, они взаимны. И он вас тоже считает, что вы пришли, вы были выпрошены у небес, у светлых сил для него. О, здесь, что какие мысли, какие мысли, может быть, даже какие чувства. Здесь мужчина должен активно себя проявлять. Он вам и говорить про любовь должен, девочки, и демонстрировать это как-то. То есть и на ушко вам шептать, как женщина любит ушами, и мужчина глазами. Но ему нравится наблюдать за вами, и он сам должен вам демонстрировать свою любовь. Не просто говорить что-то, но и что-то для вас делать. Особенно, если вы видите, что он стал как-то симпатично одеваться, ну, как-то интересно, да. Но то, что-то он хочет сделать, подстать вам. Может быть, какой-то парфюм у него появился. Все девчонки для вас стараются, обратите внимание. Но ежели он ходит в каких-то башмаках там непонятных, да, или в кроссовках всю дорогу. И, кстати, тоже не торопитесь думать, что, ну, не старается он для вас, значит, там, кем-то другим способом. Может, он просто не любит красиво одеваться, или ему вот так удобно, и все. Не в этом суть. Он вам должен демонстрировать любовь через поступки, через действия. Он об этом думает, и он относится к вам вот так. И словами на словах может сказать, и какие-то дела для вас делать, какие-то подарки, какие-то, может быть, даже, если творческий человек может как-то изобразить что-то для вас. Может быть, даже, там, модельер какой-то. Ай, девчонки, у кого есть такие творческие личности, создать для вас что-то, песню написать. То есть даже такого порядка более высокого. Напишите, кому стихи посвятили, да, кому что-то вашим именем назвали новый вид банта, ну, вдруг, там, хитро завязанный. В общем, какие-то вещи для вас делал ваш любимый, что интересное, что ромашки на лугу собрал. Будет очень здорово. Дорогие, что здесь у вас? Вы знаете, у вас здесь сказочно все, у вас здесь волшебно, у вас вера в чудеса, в единорогов, в что-то такое, чего нет на белом свете. Но есть же сказка, приди, пойди туда, не знаю, куда принеси, то не знаю, что. И, по сути, ведь там уже справляется герой, да, приносит, идет туда неведомо куда, не знаю, куда, находит это незнамо, незнаемо куда, это место, и приносит то, что было непонятно, находит. Вот так же и у вас. Подумайте и напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы для себя поняли, сие, да, мой ответ или ответ через меня, как посредника. От тех сил, которые помогают, тех сил, которые делятся информацией, ну, естественно, посредством наших замечательных, любимых таро. Вот так, дорогие, вам всем взаимности, особенно тем, кто донатит, дорогие, это, безусловно, неоценимый вклад сейчас, когда нет монетизации. И ваши донаты, они помогают, мотивируют на наши новые встречи. Благодарю Риточку, твой донат, который был, один был. Да ты не один, ты уже много раз донатишь, много времени, вот, на помощь хвостикам. А другой, который сказал, Танечка, это для тебя, он пошел в покупку колод. Благодарю, обнимаю. Девчонки, все донатят кто на хвостиков, вам всем большие обнимашки. Еще раз хочу об этом сказать. Мы уже оказали помощь. Небольшую. Ну, как-то, это вообще дорогого стоит, да, просто внимание. Вот, я так думаю, для любого человека, мне кажется, это должно быть важно. То есть, нас обнимают, нас благодарят, мы это знаем и все. Делаем добрые дела, то сильных не афишируем. Но сейчас мне очень хочется сказать, особенно в праздник, 8 марта, женского счастья всем, дорогие. И не оскудеет рука дающего. Вот, а когда есть возможность, я, конечно, покупаю на свои средства, материал для работы. Но если мы собираем специально, давно этого не делала, да, хотела сделать, чтобы там на колоде вот что-то такое было приятненькое, конечно, тоже я вас всех отмечаю и благодарю, дорогие. И сейчас вот, когда есть такая возможность, появилось там, да, что-то как-то помочь сделать, конечно же, это, мне хочется это озвучить. Обнимашки вам особые. Вот, пусть ваши финансовые потоки только усиливаются, радуют вас и ваших любимых и позволяют вам самим отдыхать, развиваться, обучаться, ну и то, что вы сами себе пожелаете. Ну что, дорогие, быть добры, до новых встреч, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова